Аллахумма салли على сейдина Мухаммадин и على али сейдина Мухаммадин О тех, кто не участвовал в походе на Табук. При возвращении из Табука, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, с войском прибыл в местность под названием Зу-Аван, к нему явился ангел Джибриль, алейхиссалям, и передал по велению Аллаха разрушить мечеть, построенную лицемерами в Кубе. Мединские мунафики построили ее незадолго до выступления мусульман в поход на Табук и приглашали пророка, алейхиссаляту вассалям, помолиться в ней. Они хотели таким образом дросить вызов посланнику Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, и сделать мечеть в Кубе соперницей мечети пророка, алейхиссаляту вассалям, в Медине. Все это они предприняли для того, чтобы расколоть мусульман и переманить на свою сторону тех, чья вера еще не окрепла. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, послал сподвижников разрушить и сжечь это прибежище лицемеров, и асхабы исполнили это повеление. По прибытии пророка, алейхиссаляту вассалям, в Медину к нему явились лицемеры, которые не участвовали в походе на Табук. Они стали оправдываться и клясться. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, оставил их в деянии на усмотрение Всевышнего. К посланнику Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, также явились трое верующих, которые честно признались, что остались дома без причины. Это были Кааб ибн Малик, Мурара ибн Рабия и Хилаль ибн Умайю. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, велел мусульманам не подходить к ним, пока Аллах не вынесет решение относительно них. Когда же прошло 40 дней, им было запрещено приближаться к женам. Положение их стало еще более тягостным. Сама земля под ногами стала тесной для них. Когда же прошло еще 10 дней, пророку алейхиссалям был неспослан аят, в котором говорилось, что покаяние этих троих принимается. Узнав об этом, они так сильно обрадовались, что начали щедро раздавать милостыню. В это время умерла дочь пророка, алейхиссалям, Уммуль Кусюм, жена Усмана ибн Афана. Пророк, алейхиссалям, совершил над ней заупокойный намаз и похоронил ее на кладбище Бакия. Опечаленный утратой дочери, посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, обратился к Усману. «Если бы у меня была третья незамужняя дочь, то и ее я выдал бы за тебя». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, выровнял ряды асхабов, стоящих для совершения намаза. В его руке была стрела безнаконечника. Увидев, что Савад ибн Азиба вышел вперед за черту, пророк, саллиллаху алейхиссалям, слегка дотронулся стрелой до его живота и сказал «О, Савад, стой прямо». Савад ответил «О, Расулллах, саллиллаху алейхиссалям, ты сделал мне больно». Избранник Всевышнего, саллиллаху алейхиссалям, подняв рубашку, оголил свой живот и тихо сказал Саваду «Отомсти мне». Обрадовавшись, Савад кинулся целовать живот пророка алейхиссалям и обнял его. Тогда пророк, саллиллаху алейхиссалям, спросил его «О, Савад, что заставило тебя это сделать?» У посланника Аллаха, саллиллаху алейхиссалям, ответил асхаб со слезами на глазах «Я хотел прикоснуться к твоему благословенному телу». Пророк, саллиллаху алейхиссалям, помолился за него.